Алмазный край Сейчас мы находимся на стадионе «Триумф», где с самого утра стартовала акция «Спорт нон-стоп». О ней и о многом другом вы узнаете из этого специального выпуска. В свой день рождения телеканал «Алмазный край» свел к минимуму официальное мероприятие. Зато устроил большой праздник для всех любителей активного образа жизни. В нем был задействован практически весь коллектив телеканала. Итак, сегодня телеканал «Алмазный край» заключается в своем 20-летии. И день рождения телеканала мы решили начать именно со стадионом. Сотрудники медиакомбании в этот день успели выступить в качестве организаторов, спортинструкторов, сами побывали участниками спортивного марафона. Круто, бешеный ритм. Упражнения не сложные? Очень сложные. Очень сложные. И, конечно, не выпускали из рук камеру и микрофоны. Замечательный праздник на самом деле. Больше всего участников собрала абсолютно новая инициатива канала «Спортивный марафон. Спорт нон-стоп». Семь видов тренировок за четыре часа. Такой опыт в новинку не только для мирного. В первую очередь для организатора праздника медиакомпании «Алмазный край». Эта идея, на самом деле, она витала в воздухе. То есть, наш коллектив молодой, спортивный, активный. И просто нам необходимо было вот так, чтобы как молния прозвучала, и все согласились, и это прошло. То есть, как раз нам хотелось такого масштабного, спортивного, интересного и красивого. Поэтому я очень рад, что сегодня все началось, и надеюсь, что сегодняшний наш спорт останавливаться не будет. Так что «Спорт нон-стоп», и мы вместе, мы за спортом. За спорт были еще более ста человек, которые в этот день пришли на стадион «Триумф». Настрой у многих был самый серьезный. Сюда приходили не ради одного вида тренировок, а с желанием попробовать все. И даже пройти акцию от начала до конца, если получится. Субтитры создавал DimaTorzok Уверенность в своих силах задала первая тренировка. Умиротворяющий и спокойный цигун, или по-другому дыхательная гимнастика, стала хорошей разминкой. Опытный Равиль Закиев показал основы практики, зарядил энергией. Конечно, я здоровый образ жизни. Хотя у меня в этом году только исполняется 60 лет. Я еще мальчик, я чувствую себя. То есть, это здоровый образ жизни, отличие, конечно. Отличное настроение, отличный дух. Здоровье главное, здоровье. Вот это вы молодцы, организаторы, телевидение молодцы. Спасибо им. После такого единения все были заряжены силами, и они понадобились. Пришло время степ-аэробики. Субтитры сделал DimaTorzok Ольга Ладыгина стала настоящим гуру всей акции «Спорт нон-стоп». Буквально на днях она получила почетное звание ветерана акционерной компании «Алроса». Спортом занимается с 7 лет. Имеет спортивные разряды по гимнастике, волейболу, лыжам, КМС, по конькобежному спорту. Ольга своим жизненным оптимизмом вселила уверенность во всех девчонок. Ведь наравне с такими опытными наставниками, как Ольга Ладыгина и Равиль Закиев, свои тренировки провели и девушки, которые давно занимаются своим спортивным направлением, но что называется для себя, не имея преподавательского опыта. Но на предложение поучаствовать в акции откликнулись с удовольствием, хоть и с некоторым волнением. Опыт-то в новинку. Это было очень неожиданно. Я как раз приехала из отпуска. Я побывала в Индии. Как раз было желание поделиться с этими знаниями, которыми я получила в Индии, в городе Решикеш. На самом деле я очень зарядилась энергией от всех присутствующих. И очень благодарна, что я приняла участие в таком мероприятии. На самом деле в последнее время йога уже пользуется такой популярностью. И это было видно сегодня здесь. Среди новичков свои силы в качестве инструкторов попробовали даже сотрудники медиакомпании. Например, режиссер монтажа Кристина Дорофеева провела тренировку по силовому фитнесу. Было очень непривычно, конечно, потому что я занимаюсь просто для себя. И вести людей за собой, то есть тренировать их, конечно, нужно было сделать большой шаг, перешагнуть через себя. Все получилось, мы очень довольны. Надеюсь, все присутствующие также довольны результатом. Довольны или нет, наша съемочная группа интересовалась у спортсменов, не откладывая в долгий ящик. Ведь эмоции нужно ловить сразу. Как ваши ощущения? Приятно, столько эмоций, бодрости с утра, прям что надо. Позитив, настроение отличное, погода отличная, народу много. Не сложно? Ну нет, кто подготовлен физически, не сложно. Мои ощущения шикарны, мне все нравится. Не сложные упражнения? Сложные, сложные упражнения. Отличное настроение, все классно, первый раз я вот. Упражнения не сложные? Нет, не сложные, только научиться надо. Попробовала себя в роли спортинструктора и я, ведущая про спорта Олеся Васева. Не зря же на нашем канале уже полтора года выходит этот проект. Эмоции, я вам скажу, просто непередаваемые. В итоге участники спортмарафона еще успели сделать прекрасную растяжку вместе с Викторией Костылевой. Эта девушка растянет даже ленивого. А по-настоящему участники спортмарафона зажгли на танцевальном фитнесе. Светлана Корнечук показала всем, что такое зажигательная зумба. Было непросто, но с четырехчасовым марафоном справились многие. Мало того, несколько девушек сразу по окончанию марафона, ни минуты не отдохнув, приняли участие в конкурсе «Королева планки». Задание – простоять в планке как можно больше времени. Одна за другой изможденные девушки падали на коврики. В итоге абсолютным лидером стала Ирина Несклада. Она простояла в планке более пяти минут и была удостоена почетного титула и настоящей короны. На этой позитивной ноте акция «Спорт нон-стоп» подошла к концу. Стадион «Триумф» не единственная площадка, где прошли интересные мероприятия. Особый спортивный накал и даже битва за первенство кипела и на других площадках города. Давайте посмотрим, где что было. Необычные задания и десятки километров. В день рождения «Алмазного края» не оставили без внимания и велосипедистов. «Велоквест» – капсула времени, собрал более 30 любителей активного отдыха. Сейчас ваша задача будет следующая. От этого места нам нужно будет поехать до Вилюйского кольца. Там вы получите свое первое задание. Старт «Велоквеста» был дан от площади. Каждая команда должна была справиться с 12 заданиями. Участникам давались вопросы, связанные с городом, историей «Алмазной столицы» и медиакомпанией «Алмазный край». «Так, ваша задача – найти того, кто следит за городом и день, и ночь, и зиму, и лето, и никогда не покидает свой пост». «Этот пожарник там». «Фотографируйте заданный объект и одного из членов команды». За выполнением заданий следили работники медиакомпании. За каждую ошибку командам прибавлялись штрафные минуты. «Ребятам большое спасибо. Опа. И сейчас только что у нас тут быстренько ответили уже на следующий вопрос. Задание для капитанов. Извини. Сейчас. И особенно вообще мне нравится то, что ребята сейчас под дождем, но при этом улыбаются вообще, фотографируются и быстро причем вообще находят ответы». Были у участников фолоквеста и трудности. «У меня он не едет. Я же не могу». Проливной дождь не помешал участникам справиться со всеми заданиями квеста. Вопросы были несложные, но заставляли задуматься. «Ну мы думаем. То есть они нелегкие, мы думаем. Но подсказку мы не берем. То есть я думаю, что есть команды сзади. Я думаю, мы как бы не планируем еще выигрывать, но я думаю, что мы не будем последние, да, девочки? «Ну мы чуроны искали долго. Забор, маленький забор, такой железный, старый потрепанный забор с алмазами и чуронами. Я никогда в жизни не подумала, что у нас есть такой забор. Теперь буду знать». Во время прохождения дистанции не было явных фаворитов. Кое-кто был очень близок к победе, но из-за штрафных минут оказался на последних местах. Из семи команд третье место досталось команде зеленых. Серебро взяла команда из двух человек фиолетовые. А быстрее всех заданиями волоквеста справились ребята синей команды. А между тем спортивный накал кипел и на баскетбольной площадке у гостиницы «Зарница». Здесь собрались участники соревнований по стритболу в честь 20-летия телеканала «Алмазный край». «Спасибо, что занимаетесь спортом, что пропагандируете здоровый образ жизни. Я очень рад видеть в вашем составе людей, которые не только профессионально исполняют свои обязанности на работе, но и занимаются каким-то творчеством, например, музыкой. Вот некоторые люди. Причем еще и спорт. Это очень здорово, очень классно. Я думаю, что вы будете отличным примером для молодежи мирного, примером того, как вести здоровый образ жизни и популяризировать спорт, в частности стритбол. Желаю вам хорошей игры, чувствуйте себя свободно, крутите финты». После приветственного слова участникам игра началась. «Стритбол – это разновидность баскетбола. Будем играть по правилам Российской Федерации баскетбола. На данный момент заявилось пять команд с составом три человека». Четыре команды с креативными названиями «Дети Бизона», «Сухари», «Нархоз» и «Моряки» выкладывались по максимуму. По словам участников, главное не победа, а весело и с пользой провести время. «Решил принять участие, потому что лето, хорошая погода для меня. И как бы отдохнуть, развеяться, заняться спортом». Пока на одной стороне площадки шла борьба за попадание в тройку победителей, на другой участники тренировались и показывали отличную технику. Ребят не испугала пасмурная погода, они играли с удовольствием. В итоге третье место заняла команда «Сухари», второе – «Нархоз», а победителями стали «Дети Бизона». Всех участников спортивного направления отметили на концерте в честь 20-летия телеканала «Алмазный край». Этот день оставил в памяти коллектива медиакомпании, да что уж там в памяти всех мирницев, только самые яркие воспоминания. Это был «Проспорт». Спасибо, что были с нами. Увидимся на канале «Алмазный край». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»